В шотландском Глазго завершается чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, на котором шикарный сюрприз российским болельщикам преподнесла 18-летняя вундеркинд нашего спорта Елизавета Клеванович. Домой из Соединенного Королевства сибирячка вернется с золотой медалью своего первого взрослого турнира столь высокого уровня. В Тюменке было доверено заканчивать квалификационную смешанную эстафету 4 по 50 вольным стилем москвич Владислав Гринев, Михаил Виковичев из Калужской области и представительница Санкт-Петербурга Дарья Устинова передали Тюменке эстафету на первой позиции квалификации. Елизавета на сей раз удержала лидерство, проплыв свой этап за очень быстрые для себя 24,47 секунды. Ее удачный спринт позволил россиянам отобраться в финал на лучшую центральную четвертую дорожку. Вечером тренерский штаб национальной сборной выставил тяжелую артиллерию. В компанию Гриневу добавились прославленный Владимир Морозов из Москвы, новосибирская плавчиха Арина Суркова и вице-чемпионка Европы этого года Мария Каменева, представляющая Санкт-Петербург и Оренбургскую область. Квартет сумел добыть для всех семи выступавших россиян, в том числе и для Клеванович, убедительную победу. Сборная России по праву заслужила золото с новым рекордом Европы и чемпионата Старого Света на короткой воде. 1 минута 28,31 секунды. Это выход на новый уровень. Вначале, конечно, очень тяжело и страшно, но она молодец, она боец, она проявила себя хорошо, она зарекомендовала себя бойцом. То, что в личной дистанции не показывает свои результаты, я считаю, что это первый опыт, что действительно серьезные соревнования. Елизавета Клеванович, доморощенная воспитанница тюменского плавания, всю карьеру студентка Института физической культуры Тюмгу тренирует у местного специалиста Елены Юрченко. Своё восхождение к большим победам 18-летняя новоиспеченная чемпионка Европы начала сравнительно недавно, собрав немалые урожаи побед на юношеской олимпиаде в Аргентине и первенстве континента Финляндии, а также стала обладательницей бронзы универсиады 2019 в Италии.